Привет всем! Я Кевин, и на этой неделе в школе ужасов Rocket Jump мы поговорим о том, что грохочет ночью, или рычит, или спотыкается обо что-то и ругается про себя. Сегодня мы поговорим о творческом звуковом дизайне, создании незримого персонажа. Творческий звуковой дизайн — это как использовать звук, чтобы рассказать историю. Все, что вы видите на экране — звуковые эффекты, эмоции, атмосфера, динамика — и дает море информации о мире фильма. Звук можно использовать для определения окружения, состояния героев и их субъективных ощущений и впечатлений. Мы снимаем простую сцену, с которой и будем работать сегодня. Начиная работать над звуковым дизайном сцены, я смотрю на картинку, а часто еще и на сценарий, чтобы найти идеи и обращаю внимание на несколько вещей. У нас тут в стене большой паук, потому что это школа ужасов Rocket Jump. Первое о чем я думаю — это фон, фоновые звуки. Фон может быть очень важен, так как он незаметный и органичный способ рассказать зрителю, когда и где происходит действие. Если мы слышим отдаленный шум машин — возможно, мы возле города. А если мы слышим странный потусторонний гул — кто вообще знает, где мы? Конечно, то, какой вы выберете фон, повлияет, как будет восприниматься сцена. Окружение может ощущаться безопасным. Или наоборот — незримый персонаж. И конечно, у нас есть незримый персонаж или существо. Создание героя при помощи звука особенно важно в жанре ужасов, так как часто невидимое и есть самое пугающее. В сегодняшней нашей сцене нет никаких особенных существ, и поэтому можем все попробовать и поэкспериментировать. Давайте напустим на Джоуи два разных ужаса. Начнем с робота-убийцы, сосредоточившись на атмосфере атмосферы. Это страшно? Или это смешно? Вы должны помнить, какие его физические особенности? Он блестящий и подвижный? Или неповоротливая развалина? Из чего он сделан? Насколько тяжел? Как он общается? Звуковыми сигналами или разговаривает? Все это важно, и конечно же, обо всем этом нужно помнить. Теперь попробуем с серийным убийцей, сосредоточившись на его намерении убить. Намерение. Он медленно и методично охотится на Джоуи? Или просто преследует его, размахивая ножом? Я не знаю. Подумайте о скорости этого персонажа. Как он двигается? Медленный, быстрый, прет через все как бульдозер или точно рассчитывает каждое движение? А так как это человек, подумайте, как его озвучить. Он тяжело дышит или спокойно? Или он вопит? Также подумайте о расстоянии до Джоуи. Если вы немного притешите звуки или добавите им эхо, это будет ощущаться, будто убийца далеко. Я иду. Или он может подкрасться прямо к вам, пока вы прячетесь за углом и готовы намочить штаны. Я слежу за тобой. Своим маленьким глазом. Если вы создаете кого-то вроде чужого, помните о том же, о чем говорили ранее. Однако в этом случае нужно быть более изобретательным и экспериментировать, комбинируя самые разные звуки, чтобы создать что-то новое, но при этом понятное зрителю. Также широкие возможности открывают более стилизованные или субъективные звуки. Возможно, это звуки, которых в реальности нет в том окружении, но которые хорошо работают на историю, динамику или настроение. Например, мы можем попробовать здесь нагнетание. Или страшный удар здесь. Видите, теперь намного лучше. Есть еще множество способов терроризировать Джоуи, но теперь ваш ход. Мы дадим ссылку на видео, и вы сможете создать собственных монстров и показать на наших форумах. Ссылка внизу. И есть и ссылка на форумы, где мы обсуждаем и обмениваемся бесплатными ресурсами по звуковым эффектам, где вы сможете взять материалы для работы. Или запишите свой звук. Всем удачи! И удачи, Джоуи! Перевел и озвучил Сергей Афонин Перевел и озвучил Сергей Афонин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...